Все прочие, плеи, рули-плеи, GTA-сампы, всё вот это вот там также есть. Опасен, может быть, это значит, что мне нужно, знаете ли, бежать. Выходит пост, объясняющий всё это, новых функций на Arizona Roleplay Phoenix с чатом, который становится таким, знаете. А сейчас, когда человек, я считаю, что эта функция, она одна из вообще самых полезных на GTA-самп серверах, и она должна быть, ну, наверное, люди вообще не пугались, чтобы они не боялись ходить вот... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, я всех вас приветствую как никогда, ведь новости на этой неделе начинаются не с мобильных вот этих вот всех проектов на Android, на телефон, на смартфон, что в целом одно и то же. Тем не менее, тут я бы хотел, знаете ли, начать новую вот эту вот всю неделю с моего родного проекта, на котором я снимаю уже два года. Два года просто без остановки. Там, знаете, я клепаю видеоролики и говорю о том, что Arizona RP, Arizona RP, Arizona Roleplay, Roleplay Phoenix, Play Phoenix, все прочее. Ролеплеи, Roleplay Phoenix, GTA Sampe, все вот это вот там также есть. Однако, тут мы сегодня обсудим некоторое такое, знаете ли, нововведение, некую вот такую вот фишку. Возможно, кто-то может подумать, что она маленькая, что она в самом деле не нужная, что вообще, кто ей будет пользоваться-то на этом всем Arizona RP, GTA Sampe? Даже если вам так кажется, даже если вы, возможно, так думаете, даже если вы так считаете, я переубедить вас уже не смогу, но просто выскажу свое мнение по поводу всего этого и как функция вот эта вот вся один раз может спасти вам жизнь. Захожу я как-то на Arizona RP и рядом с никами игроков вижу кулак. Думаю, что это такое? Может быть, это значит то, что он вооружен? Может быть, это значит то, что он опасен? Может быть, это значит то, что мне нужно, знаете ли, бежать? У него там какое-то, я не знаю, обозначение, то, что он серийный маньяк, убийца, все прочее. Я на все это смотрю, думаю, блин, да как же так, да что же это такое? И потом в своем таком, знаете, любимом, любимейшем GTA Sampe'овском, разумеется, это все сарказм, журнале, кто-то называет это пабликом, но я называю это журналом, Live Sampe, выходит новость, объясняющая, бля, я опять оговорился, выходит пост, объясняющий все это. И сегодня я бы вам все это хотел озвучить, потому что многие люди, такие же, как я, могут заходить на Arizona RP и даже не подозревать, что это значит. А люди подписаны на мой канал, они все это будут знать, все это будут понимать и никаких проблем у них более не возникнет. Это замечательная новость, я рад, что вот нечто подобное вообще происходит и то, что я могу делиться с людьми вот всей этой информацией на моем GTA Sampe'овском канале. Кстати, оформляйте спонсорскую подписку, чтобы все эти мои видеоролики с объяснением всех вот этих вот новых функций на Arizona Roliply Phoenix смотреть одним из самых первых. Там минимальный уровень подписки, что-то, по-моему, стоит 50 рублей и уже он дает возможность смотреть все сюжеты, в том числе самп-обзоры. Это просто какие-то невъебенно большие фильмы, ну то есть самым первым, это замечательные новости, это то, что в самом деле нам всем нужно и то, что мы должны поддерживать. И вообще, ну да, ладно, не важно. Так вот, на Arizona Roliply обновился неймтег. Это то, что у персонажа висит над головой. Никнейм, ID, полоска ХП и брони. Кстати, все вышло, так знаете, в рифму. Молодец, Злобин, молодец. Я думаю, что это прям вот он писал. Теперь там также показывается иконка оружия в руках. Включить стандартное отображение можно в настройках. Ну, как обычно, разумеется, как это было с чатом, который становится таким, знаете, полупрозрачным. Как это было с прочими вещами, все это можно отключить в настройках. Но зачем? Зачем это в самом деле нужно, я не понимаю. Потому что это прям может спасти вам жизнь. Вот идете вы такие, просто идете, у вас может быть какой-то, я там, не знаю, FPS-ап, да, на лаунчере установлен. Может быть еще какие-то сжатые вот эти вот все текстуры. Вы не видите, что там у человека в руках. Просто идете, ни в чем ничего вообще не подозреваете. Тут он быстро достает. АК-407 начинает вас шмалять, стрелять. Вообще вы думаете, блядь, сейчас опять в больнице лежать, как же так? А сейчас, когда человек вот просто возьмет оружие в руки, у него сразу рядом с ником все это отобразится. И вы сразу поймете, что он враждебно настроен. И даже вглядываться вам не придется. Я считаю, что эта функция, она одна из вообще самых полезных на GTA Samp серверах. И она должна быть, ну, наверное, везде. Я надеюсь, что какие-нибудь GTA Samp Android сервера возьмут все это на вооружение. И уже скоро на каких-нибудь проектах типа Santhropen и прочих, возможно, Black Rush'ах, мы сможем все это увидеть, чтобы люди вообще не пугались. Чтобы они не боялись ходить вот по улицам всего этого Лос-Антоса, всего этого Сан-Андресена. И всех вот этих вот прочих вещей, чтобы люди могли нормально существовать и сосуществовать с другими людьми в этом самом социуме. А на этом у меня, как вы понимаете, все. Я надеюсь, что вы поняли, о чем тут была вообще суть всего этого видеоролика. Надеюсь, что вы поняли, для чего было сделано вообще все это обновление. И больше вопросов у вас никаких по поводу всего этого не возникнет. Вы будете все знать, вы будете все понимать. И все у вас будет вообще замечательно. Поэтому спасибо вам всем за просмотр данного видеоролика. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все мои прочие вещи. Они находятся в описании данного видеоролика. Вы можете туда зайти и там со всей этой информацией вы, разумеется, можете ознакомиться. И там вы все это можете понять, узнать и осознать в самом деле в наилучших подробностях. Чтобы все у вас было хорошо, отлично и замечательно. А вообще, всем спасибо. Хотя за что? Ну, наверное, за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на канал, либо отписывайтесь от канала. Ставьте либо лайки, либо дизлайки, либо колокольчики, либо не колокольчики. И до скорых новых встреч завтра. Я надеюсь, что в 20.00, но может быть и немного попозже. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok